приветище это mid evil династии и мы продолжаем создавать свою династию в средневековье сейчас я бегу в деревню чтобы найти поселенцев раз жена не получилось будем искать значит поселенцев нашел тут одну леди 20 лет зовут гризель да и вроде бы как я могу позвать ее свое поселение ну чё пойдешь ко мне жить у меня там дворец роскошный такой огромный слышала вы укрепляете свою репутацию продолжайте в том же духе и я возможно рассмотрю ваше предложение требуемая репутация 50 о странно очень странно дело в том что у нас уже есть репутация 50 процентов а вообще чё это ты нос ворочишь о новички чтобы побудить людей присоединиться к вашей деревне вам нужно набрать нужное количество очков репутации вашей династии вы можете убедить их построив для них дома и поговорить со свободными людьми в вашем районе капец дома строить надо и побольше а может быть мы просто квесты попробуем повыполнять а задарасти матильда здравствуйте могу я помочь вам с чем-нибудь уважаемый вы можете помочь мне с кое каким делом ну я в принципе и спрашиваю чё помочь то я пообещала пошить штаны для местных жителей но у меня закончились материалы я вас непременно награжу конечно два варианта ответа могу и сказать но блин мне сейчас лень может и сама как-нибудь справишься но с другой стороны мне репу надо качать конечно я помогу тебе прекрасно леди ведь у меня сегодня выходной новый квест старой тряпки штопанные мои дырявые носки мне бы кто новые тряпки подарил так значит посмотрим что там за вещи нужны доставить для матильды 8 кожи в скобочках нарисовано 3 это значит что три у меня уже имеется чё придется охотиться ёкарный ладно пойдем соберем еще квестик дубни заборы здорово могу я чем-нибудь помочь в последнее время эти животные начали переселяться и стали настоящей угрозы для баланса этой области не могли бы вы избавиться от них давайте без бы их быть лежу я настолько вне себя охотник что оленя даже шатать не могу а кого ващего шатать то надо кого вы следите посмотрим короче нужно два кролика добыть прежде чем мы начнем охоту на кроликов пойдем ка попробуем посмотреть не поймался кролик в нашу ловушку блин так подбегаешь к своей деревне ну сложно назвать это еще деревне тут просто мой дом стоит стоит в лесу знаешь дом отшельника или дом бабы-яги на курьих ножках значит сперва нам нужно поспать ура я дома я дома спим доступно через сорок восемь секунд какого лесу я на кой черт себе дом построил чтоб по расписанию спать сжечь этот дом нафиг да не шучу может покушать приготовить о блин схема технологии не разблокирована твою ж налево я еще готовить не умею рукожоп как я и дрить колотить выживать собираетесь я поспать не могу приготовить пожрать не могу просто ложись на травку и погибай ладно тогда побежали проверим ловушечку потом ляжем спать и может быть в эту ловушку снова попадется кролик факт и опять забыл куда ловушку поставил охотник от бога просто что бежим отсюда скорее но я надеюсь ты не повелся на это на этот развод что я испугался ловушки и да я знаю что компас показывать где находится моя ловушка я прочитал в комментариях только что теперь нам нужно посмотреть засчитали ли нам этого кролика для квеста борода распишитесь получите короче эти кролики не засчитались нужно ловить их возле той деревни ну чё ну чё ну чё я могу поспать или нет да наконец-то ура доброе утречка квест провален перенаселенных животных жимы если он провален вы чё с дуба рухнули и увы у админы я его только вчера взял этот квест просто поспал и все просрал но это чисто моя тема ну как вот еще можно был причем скорее всего я провалил ну да вот смотри проваленные квесты я провалил старой тряпки и перенаселенность животных огонь просто вообще от души и кстати началась осень и вместе с ней у нас началась третья глава нам нужно значит выполнить несколько крестов для соседей и удачно пофлиртовать ну что могу сказать эти разработчики тролли я вчера пытался флиртовать меня отшили в гости позвать пытался никто не пошел квест пытался выполнить и сегодня все просрал ну ладно идем делать квесты ребят здорово вам тут помощь не нужно криворуков пацана могу чем-нибудь помочь не совсем думаю что нет уверены вы выглядите очень расстроенным я поздорил со своей женой и теперь она даже не хочет со мной разговаривать ну слушай может я смогу поговорить с ней и убедить ее простить вас вы сделать это для незнакомца спасибо вам огромное давай гениально просто семейный спор новый квест гениально я просто не могу я себя балдею потому что я даже не знаю как его жена выглядит где мне найти его жену посмотрим значит дневнике может он мне дал фотку и и поговорить с аделина ищем аделину и это прибавит мне кстати к репутации очень неплохо династии reputation точно так авелина это кто роза линда но это старенькая дома точно не нужно альбредо альбреза звучит как бро но в любом случае это не его жена посмотри дома за бочками стоит может быть это она палит на свою да кстати она может палить на свой дом а так вот отсюда за этими бочками так стоит и палит за своим муженьком за ребенком одели стой куда-то убежала пока тут размышлял аделина стой это ты да точно это долина здравствуйте прекрасно леди здравствуйте чего вы хотите думаю вам стоит помириться со своим мужем он скучает по вам и он прислал ко мне какого-то незнакомца вместо того чтобы приехать самому он такой лентяй я даже не могу вспомнить когда в последний раз он готовил мне фруктовый пирог началось раньше он делал это раз в неделю а теперь он просто приходит с работы и сразу же отправляется спать я думаю мне пора чё делать чё делать как быть наверное поговорить теперь с тем мужиком а кто мне квест давал как его зовут а теперь смотри эдвин поговорить с эдвином ладно поговорим сейчас одином эдвин где эдвин эдвин ёкарный баба нифига смотри звезды видел он на чем приехал там он на табуретке что ли приехал прикольно так эдвин куда он шуршал уже короче всю деревню оббегал не знаю где вообще в каждый дом заглянул может быть он вспахивает участок земли как думаешь он там пацанчик какой-то есть не но он без шапки а эдвин был шапкой стопать твои лапты тыл эдвин эдвин точно он тут пашет оказывается эдвин здорово я не смог убедить вашу жену вернуться она сказала что вы стали ленивым что-то насчет фруктового пирога и что она злится что вы послали незнакомца вместо того чтобы поговорить с ней самому вот так вот погоди ха вы упомянули фруктовый пирог это она я уверен что если приготовить его так как я делал это раньше она даст мне еще один шанс ну давай попробуй незнакомец мне очень не хочется снова просить вас о помощи но мне очень нужны ингредиенты для приготовления еды не могли бы вы достать их для меня у меня уже есть кое-какие из них поэтому мне нужно совсем немного ну хорошо раз я уже подписался на это давай расскажу что нужно спасибо закончить диалог а чё ты мне даже не сказал чуть и достать надо ох уж эти пахари так ладно залезем дневник семейные ссоры доставить для эдвина 6 ягод у меня там были какие-то зеленые ягоды может они тоже подойдут вот смотри недозрелая ягода ну понятно что они не подойдут ладно кстати сейчас же очень точно может быть ягоды дозрели и блин найти теперь нужно найти ягоды короче сейчас сезон ягод можно их собирать спокойно и есть а вот эти недозрелые ягоды я пожалуй выкину выбросить все чем не с ними делать их жалко конечно от 1 ягода но да фиг с ним пойдем в лес собирать ягоды значит осталось теперь только найти полянку где эти ягоды растут о нашел смотри черненькие теперь стали не зеленые черные что же собираем ягода плюс 5 но в принципе все квест я уже точно выполнил но вот ягод я пособираю пожалуй для себя новый уровень в выживании пока собирал ягоды давай посмотрим чё там навык навык выживания чё значит прокачивать будем я думаю что знание о выживании стоит прокачать так что повышаем этот уровень и продолжаем факел убери и продолжаем собирать ягоды у меня тут маленький бизнес-план созрел что если мы сейчас соберем все ягоды и продадим их и на полученные деньги я смогу купить себе там не знаю новую одежду на зиму например или инструменты это же бизнес детка детка все больше я не унесу набрал полный карманы еле-еле передвигаясь смотри как медленно теперь осталось как-то до тарабанить свою ягодную папеацию до деревни и продать это все их пошли блин может быть половину ягод съесть хотя бы чтобы облегчить свою участь 334 ягоды набрал интересно за сколько я прайс смотри у меня сразу цена есть каждая ягода стоит по одной монете это значит если все это продам у меня будет 334 монет да я богатым буду съем пожалуй до до трехсот вот так вот и все пошли в деревеньку да это моя максимальная скорость короче решил выкинуть 4 полена вот надо запомнить это место все а так будет пошустрее а то я уже не мог волочиться по этой местности короче хочешь прикол я по ходу заблудился причем конкретно Ау! Пятачок, ты чё? Я же мимо пробегал, я же не охочусь Кабанятина Целых два кабана Бежим, бежим, бежим Вносливость-то может кончиться? Вот это мне не фортануло Доставай копьё, сейчас будем отбиваться Не отдам я тебе свои ягоды Понял? Кабаны долбаны Вот так вот Нефиг было на меня нападать Увидел, да, братка твоего вольну? Всё, беги отсюда. Так, значит, достаем ножик. Хотя, по-моему, без ножа можно обойтись. Ну вот, ещё дикая животинка одна в моём списке. Дикие кабаны, они такие. По-любому учуял в моих карманах ягоды. И решил сожрать меня вместе с ними. Ура! Ура! Я нашёл, кажется, нашёл. Вот тут вот, если встать, вон там видно... Видно было деревеньку. Вон деревня. А значит, тут снизу должна быть ещё одна деревня. Да! Фух, я уже думал, заплутился конкретно. Если мне сейчас кто-нибудь напишет в комментариях, что у тебя же есть компасы, карты, тупица, ходи по ним, то я скажу, сам ходи по ним. Я настоящий крестьянин Средневековья, у которых не было компасов и карт. Понял? Я сам выбрался. О! Чувак, я тебе столько ягод принёс. Ты не поверишь. Мне это жизни стоило. Чуть кабаны не сожрали, прикинь. Вот всё, о чём ты просил, держи. Огромное спасибо. У меня было припрятано несколько монет на такой случай. И я думаю, вы их заслужили. Теперь я начну готовить. Ура! Ура! Я хотел сказать, что я выполнил квест, но что-то ещё пока не выполнил. Дождитесь следующего дня. А, понятно. Ну, а пока мы ждём, пойдём продадим ягоды. Тургаш. Вот он, Тургаш. Ягоды покупаешь? Давай, вот, скупай все мои ягоды. Продать. Ух, я сейчас обогачусь. 294 монеты. Все продаём. И я теперь богат. Вместо 50 монет у меня 399. И я теперь настоящий олигарх. Могу позволить себе купить яйца. А стоит ли покупать яйца? Может, мясо? Ладно, давай пару яиц купим. Шиканём, так сказать. Да чё там, давай 5 штук сразу возьмём. Пойдём посмотрим, что у других торговцев есть. Вроде как в этом доме кто-то торгует. Пойдём посмотрим. О, так это лавка прям какая-то. Здрасте. Чё у вас есть? Покажите мне. Груша. Густой суп. Вишнёвый, чего-то-то там. Не знаю, лепёшка, кашица. Блин. Давай возьмём лепёшки, короче. Покупаем лепёшки, штук 5 тоже. И думаю, что на этом моя буржуйная жизнь закончится. Хватит бабло тратить. Чувак, здорово, чем помочь, чё нужно? Здорово, меня зовут Росимир. Ну, то есть, меня. Привет, я Алвин. Я не знаю вас, вы здесь новенький. Я приехал сюда с юга. Я ищу новое место для себя, где я могу начать новую жизнь. Ну, удачи. Каждый день я обрабатываю поля. Фактически, я делаю одно и то же каждый день из года в год. Всё это не утомляет? На вашем месте я бы уже давно помер со скуки. Конечно, это меня утомляет. Как долго вы сможете делать одно и то же в жизни снова и снова? Но семье нужна моя помощь, и я стараюсь. Я чуть обиделся, извини, я не хотел. Всё нормально. Вдобавок ко всему, ручка моей чёртовой косы сломалась. Теперь сборка урожая занимает немного больше времени. Слушай, чувак, я думаю, я знаю, как помочь вам в этом. Я скоро вернусь. История Алвина. Номер один. О, походу, у нас с Алвином будет долгая эпопея. Что ж, давай посмотрим, что ему там нужно. История Алвина. Короче, мне нужно будет ему принести палку, которая у меня уже есть, и целых 12 штук. Пойдём отдадим ему. Хорошо, что мы далеко не убежали. Чувак, тебе всё лишь палка нужна была, держи. Во, использую эту качественную новую ручку. Дать палку. Вы шутите? Как, по-вашему, я должен использовать это? Дайте-ка мне эту косу, я покажу вам, как это нужно делать. Ладно, вы меня убедили. Вы ремесленник. Или что-то в этом роде. Как вы узнали, как это делать? Я просто знаю, как создавать простые вещи. Мы учимся чему-то новому каждый день, не так ли? Может быть. Я всего лишь фермер, как и мой отец. Я не знаю чего-то другого. Никогда не знаешь, что может пригодиться тебе в жизни. В любом случае, спасибо за вашу помощь. Теперь я должен вернуться к работе. Конечно, рожа сама себя не порежет. Увидимся. История Алвина 1. Квест обновлён. Он нам даже ничего не дал, прикинь. Я ему палку сделал, точнее косу починил, а он мне даже ничего не дал. Так, история Алвина. Дождитесь следующего дня, понятно? И есть ещё история Юнигоста 1. Кто такой Юнигост, вообще не знаю, но надо бы к нему наведаться. Юнигост! Юнигост, стой, стой, стой. А, Юнигост это староста, точно, мы же с ним тогда болтали. Подожди, куда ты? Стой! Здорово! Рад видеть, что вы потихоньку устраивайтесь здесь, мой мальчик. Как жизнь, рассказывайте. Не так уж и плохо, у меня есть свой дом. Я недавно его построил. Я не голодаю, и люди всё чаще начинают со мной разговаривать. Ну, насчёт голода я бы ещё поспорил. Это хорошо, я слышал. Вы недавно приобрели охотничьи привычки. Ну, как бы да, в лесу много дичи. В чём проблема? Нет, наоборот. У нас здесь нет никаких глупых законов, которые бы развлекали дворян. А вы могли бы сделать мне одолжение и забрать несколько товаров? Рассказывай. Ваш товарищ, охотник по имени Самбор, живёт в старушке один. Он меня не очень любит. Он одиночка. Но во время своего последнего визита в таверну он обронил несколько слов о стаях волков, которые могут быть проблемой. Узнайте, что он знает. И я вас награжу. Ну, хорошо. Я попробую-ка поговорить с ним. Так. История Юнигоста продолжается, значит. Э-э-эй. Старушка, старушка. Пойдём поищем старушку. Блин, уже ночь на дворе. Короче, бежать мне дофига как далеко. Поэтому, вот смотри. Вот мой дом. А вот тут вот старушка этого Самбора. Поэтому мы сейчас бежим домой. Поспим, пожалуй. Надо ещё, кстати, водится попить. И потом, когда поспим, мы отправимся к этому Самбору. Но это будет уже в следующем видео. А пока чешем домой. Давай водится попьём. Топить хочется. Отлично. Ну вот и наш домик. Сейчас поспим, и по идее должно выполниться еще два квеста. Тушим факел, ложимся спать. Итак. Что там с квестами-то, блин? Они выполнились, нет? Где мой дневник? Да, они выполнились, осталось только поговорить с Эдвином и с Элвином. Ну что ж, пойдем поболтаем. Вот он, Элвин, у костерка тут грелся. Ну что, как дела? Здравствуйте. Что нового, Элвин? Я устал от конфликта матери с Ярогневой. Ее сын, Далибор, не оставит мою сестренку Ольгу одну. И в чем проблема? Продолжай. Я так понимаю, для него это просто игра. Ведь когда я был в его возрасте, я играл с Добромирой, его старшей сестрой. Я был рыцарем, с палкой вместо меча, но я защищал ее честь. Как и любой рыцарь, очаровательно просто. В любом случае, вы дурак. Я думаю, ему нужно что-то, чтобы занять его на подольше и подольше от моей сестры. Чтобы у вас тоже было хоть немного покоя, вы про это? Было бы неплохо. С Элвином все ясно, пойдем теперь искать Эдвина. Эдвин, твоюшну лево, ты тут в баре, что ли, тусуешь? Сновито, это кто? О, Эдвин, слава богу, нашелся. Здравствуйте, мой друг. Как ваши дела? Я хотел еще раз поблагодарить вас за спасение моего брака. Вот, возьмите это. Я выпек еще немного того фруктового пирога, который вы помогали мне приготовить. О, спасибо, это вообще не было для меня проблемой. Я рад, что вы снова вместе. До свидания. Отлично. Репутация плюс 40. И там еще фруктовый пирог мне достался. Короче, чума. Давай-ка мы его сейчас съедим. А то я с самого утра ничего не ел. Где этот вот фруктовый пирог? О, плюс 70, нифига себе. Съедаем. Кручак. Ну что, это был прекрасный день. Мы много чего сделали не для своей деревни, но репутация все-таки важна. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк этой игре. Прямо вот спускайся вниз под это видео и ставь лайк. И не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Это тоже очень важно. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok